Билли Айлиш открывает новые грани стиля для поп-музыки Рамштайн шокирует общественность одним только постером нового клипа А кей-поперы, судя по всему, нашли самый действенный способ гипноса 10-летних девочек И теперь просто бьют рекорды А что у нас? А у нас клип с названием «Мент на меня газует» собирает 14 миллионов просмотров И если вы думаете, что это ирония или вот стёб над вездесущей российской тюремной эстетикой То нет, про иронию тут и не слышали В этом прекрасном клипе, снятом по всей видимости на отжатую мобилу Происходит следующее Пацан крадёт батя на ключи от его чёрного мерина Да, чёрного мерина Едет к другим пацанам По дороге берёт из бардачка пистолет и направляется своей бандой на стрелу Ставь лайк, если жиза Во время драки наш юный гангстер решает выстрелить в человека, стоящего прямо перед ним И внезапно убивает его Потом пацанская драма Батя катает пиздюка по городу Девочки плачут, мальчики стоят стиснув зубы Народная песня 10 из 10 И в комментах пишут Он просто делает простую вещь Вот и качает Все мы ждём простоты И видимо не один я читаю эти комменты И наблюдаю за интересами народных масс Подобной музыке у нас производятся тонны А истоки её, я думаю, очевидны каждому Это шансон Здрасте, вы на канале Сейна Ща будем про тюремную эстетику говорить У меня реально есть такая тема Что если я вижу на улице полицейского То я не думаю, блин, теперь я в безопасности Я наоборот напрягаюсь То есть я ни в чём не виновен Но я вижу полицейского, я напрягся У тебя как? Ну да, мне кажется так у всех вообще в России И это связано, наверное, с тем, что мы сами не очень-то эти Правильно как бы в детстве двигаемся Бывают и бухие Ну лично я, допустим, я когда был молодой Ну много раз ходил там пьяный И сигареты курил уже То есть может поэтому какой-то страх остался То есть ты малой когда-то переживаешь за то, что тебя вот, блядь, полиция поймает Ну меня ловили, допустим Да и меня тоже, я думаю, у многих Но тут же дело какое Также во всех странах То есть во всех странах есть школьники Которые бухают вопреки запретам И я думаю, во всех странах они стремаются к полиции Но именно, и только у нас оно остаётся Типа навсегда Ну да, я не знаю, с кем это связано конкретно Но да, у нас полиция не совсем потому, что правильно себя ведёт порой Да может и в других странах тоже боятся Я лично вот не знаю Люди другие тоже в других странах Не только же полиция другая Начнём с того, что тюремную эстетику не стоит воспринимать однобоко Первые упоминания романтизации бандитов там и заключённых Можно встретить ещё в фольклоре Люди, изучающие народные песни, написанные более пяти сотен лет назад Выделяют жанр удалых Которые включают в себя разбойные, тюремные и каторжные Упоминания этих песен можно встретить даже в житиях святых А до вас, возможно, дошли имена Ермака, Степана Разина и, конечно, Емельяна Пугачёва И, как вы могли догадаться, эти песни не звучали как Ой, какие плохие бандиты, фу таким быть, фу таким быть В них выражалось сочувствие заключённым в их нелёгкой борьбе за свободу В общем, древний блатняк К тому же многие любимые в народе авторы были не согласны с царской властью За что и отплывали заключения В их числе Протопопа Вакум, Достоевский, Горький, а также отцы русской журналистики Новиков и Радищев и ещё много менее известных имён Разбойничьи песни гуляют по народным массам до начала 20 века Как раз тогда появляются города, развивается городская культура И появляются городские бандиты А новым бандитам новая музыка И, смешавшись с одесской еврейской поэзией, разбойничья песня превращается в городской романс Если вы не поняли, при чём тут евреи, то советую вам получше разобраться в вопросе Так как влияние русских евреев на все просто сферы нашей с вами жизни, прошлого, да и даже настоящего Переоценить невозможно Не утруждайтесь гуглить В описании висит ссылка на замечательную документалку Леонида Парфёнова Как раз по этой теме Именно от еврейско-немецкого слова «блат» посвящённый Появился термин «блатная музыка», то есть «музыка для своих» Тогда же, в начале 20-го века, появилась знаменитая «Мурка», а также песня «Гоп со смыком» Само выражение обозначало кражу с мгновенным съёбом И дало нам производное «Гоп-стоп» из песни Розенбаума А позже стало отличным созвучием с городским обществом Призора И подарило нам слово «Гопники» Купить рекламу на рифмах и панчах тогдашние исполнители романцев не могли Потому вступали в пивных На 1927 год в одной только Москве их насчитывалось больше сотни Однако лавочку быстро прикрыли В 1930-м эстрадная деятельность в пивных была запрещена Однако тюремная эстетика получила новый виток развития благодаря трудовым лагерям Через ГУЛАГ прошли 20 миллионов человек И те, кто возвращались, уже не могли забыть произошедшего с ними в заключении То же касалось и деятелей искусства Маяковский, Мандельштам, Солженицын, Хармс, Шаламов, Бродский И это далеко не полный список Также в лагерях побывали иногда безвозвратно Многие русские профессоры, доктора наук, академики и другие лучшие люди страны Советую вам также самостоятельно ознакомиться с этой темой подробнее Чтобы знать, что именно отвечать Когда вам в очередной раз будут рассказывать, что это был не геноцид Даже если плохая компания Мне кажется, что аудитория Нурминского Да и возможно сам Нурминский Они на самом деле не особо-то криминальные чуваки То есть мне кажется, те, кто... У меня ролик вообще сам будет про историю русской вот этой вот как раз тюремной романтики Там про шансон и все такое И если шансон действительно слушали ребята, которые имели прямое отношение к зоне То я сомневаюсь, что Нурминского слушают те, кто имеет прямое отношение к зоне Мне кажется, это какие-то люди, которые скорее хотят казаться вот такими вот криминалами Ну да, да, так и есть по идее Вряд ли, ну точнее по-любому есть слушатели, которые реально занимаются чем-то противозаконным Но в большинстве своем, как я в своем ролике, я также говорил об этом То, что в своем большинстве сейчас это движение в принципе и состоит из людей Которые еще даже 18-летнего возраста не достигли И все, что они там противозаконное делают То есть какие-то мелкие хулиганства максимум И то есть их весь вот это вот Их неауе заканчивается с приездом полиции Сразу же, например К советским людям тюрьма была ближе, чем можно представить Например, я родился в Химках И когда моя бабушка получила от завода квартиру вот тут В 15 минутах ходьбы от нашего дома Заключенные рыли канал имени Москвы Также такое количество заключенных Просто на душу населения Не могло не повышать лояльность к зэкам Это становится все более и более нормальным А люди, которые провели в лагере лучшие годы Начинают формировать понятия внутри этих самых лагерей Вот все ауе, что сейчас есть Оно вот берет свои корни именно оттуда Тут важно добавить слово про трудности социализации Почему вообще появляются все эти понятия? Потому что тюрьма становится отдельным миром То есть когда ты проводишь там в тюрьме да даже год Ты уже начинаешь привыкать ко всему этому А прикиньте, как вообще себя чувствуют люди Которые провели там 5 лет или 10 лет Это становится их обычной жизнью Для них нормально, что их кормят по расписанию Всегда говорят, что делать И также социальные взаимодействия Они на свободе совсем не такие же, как в тюрьме Так и получаются понятия А когда человек живет 10 лет по понятиям И потом его выкидывают в обычный мир Где ему нужно искать работу Самому себя кормить А также социализоваться заново в среде Которая за это время стала ему незнакомой и чуждой Он зачастую не справляется И многие заключенные совершают рецидив То есть заново там совершают какое-то преступление Чтобы просто опять попасть в тюрьму Там допустим начинают грабить магазин И тут же задаются И это страшная ситуация С ней уже начинают бороться в разных уголках планеты Например, в некоторых европейских тюрьмах Есть специальный отдел То есть как бы вот стоит тюрьма А рядом с ней стоят просто домики Которые имитируют нормальную жизнь Они декорированы под жилой дом И заключенных, которые близки к освобождению Их отправляют отбывать свой срок Не вот в общей тюрьме А вот в этом отдельном домике Чтобы они потихоньку привыкали к нормальной жизни Перед тем, как в нее непосредственно выйти Кстати, кадры, которые вы сейчас видите Они взяты как раз из фильма про такие новые тюрьмы И ссылка на него тоже будет в описании И помимо понятий Такое количество людей в замкнутом пространстве Неизбежно начинает производить фольклор И мы сейчас говорим о музыке Но история, например, тюремных тату Вполне заслуживает отдельного ролика Пишите в комменты, если интересно Так вот, тюремный фольклор копится Но все еще остается запрещенным Возможность выплеснуться Хоть и немного Он получит только в период оттепели И сделает это в лицах Высоцкого Северного и Утесова Однако это все еще городской романс А вот в 80-е Когда возможности как производства Так и потребления независимой музыки Сильно выросли Исполнителям стало тесно в одном жанре Выделились три новые категории Бардовская песня Яркий представитель Висбор Русский рок Макаревич Гребенщиков Этих вы и так знаете И, конечно же, русский шансон Само слово шансон было взято Исключительно для того Чтобы обернуть песни про тюрьму В какую-то более-менее приличную обертку И побольше продать Что, собственно, и получилось Сам французский шансон звучал вот так И издалека вроде было похоже Ну, Нурминский, он ведь как-то окупается, да? То есть, типа, вряд ли Это же только стриминговые сервисы То есть, его там ВКонтакте слушают Или что-то такое То есть, вопрос кто? То есть, ты думаешь, что это чисто адаптация Такого блатника Для неокрепших умов? Это не адаптация блатника Это адаптация старого рэпчика Который там в 2007-х годах был Только под новые биты делает он сейчас И, то есть, это на звук, может быть, кому-то нравится Так же, как и новая школа рэпа Они же сейчас звучанием в большинстве берут Аудиторию Так же и Нурминский Он делает это все под, ну, современные инструменталы Но делает он то же самое, что делали там Там Чемодан Клан, допустим Какой-нибудь Оу-74, АК-47 там Ну, АК-47 нет, но Ну, в принципе, смыслы у них схожи в этом То есть, вот И все новое, это хорошо забытое, старое То есть, сейчас таких рэперов на плавуну не осталось А фанатов этой музыки с тех времен остались То есть, он сейчас пришел, сделал это как-то по-другому немного Но, в принципе, рэп-то тот же самый остался, как и был тогда И те фанаты, например, подтянулись Но, смотря на концерты, там Больше половины вообще девчонки молодые Я вот смотрел концерты его Но я не знаю, как это работает вообще Ну, и у меня много знакомых, допустим, тоже слушают его То есть, это все-таки образ хулигана, который действует на девчонок И ты считаешь, это не имеет отношения Это не продолжение шансона Это просто адаптация подъездного рэпа Да, это адаптация подъездного рэпа На современные минуса делается Мне кажется, это так, да Ну, не берет, скорее всего, своими текстами девчонок Он, скорее всего, берет их своим звучанием, я все-таки думаю Такой чувак басовитый, звучит из шестерки Да, 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 ну я реально таких в городе много видел Много там тазов всяких наваливает такую музыку Пришедшие девяностые с их вездесущим криминалом Стали раем для блатной музыки Для понятия масштабов на одном из интервью Перед кучей журналистов Анатолий Чубайс описывал события, как Они на нас наехали, но мы не прогнулись А ведь он на тот момент был вице-премьером ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОМ А шансонье пользовались успехом не только у обычных россиян Но и уворотил криминального мира Ведь каждая песня была написана как будто про них Тогда появились такие мастодонты жанра, как Михаил Круг А позже Виктор Петлюра У которого аккомпанементом была уже не гитара А электронный тыц-тыц на манер популярного тогда Ласкового Мая Звучало странно, но публике захотело, да и до сих пор заходит Справедливости ради хочу сказать, что я более чем признаю культурную ценность шансона того времени И вам для ознакомления, например, могу порекомендовать песню Михаила Круга «Роза» И Виктора Петлюры «Сыночек» Там прям мощный уровень стритейлинга и вообще такой жизы А интересней настоящих шансонье могут быть только фейковые Катя Огонек никогда не сидела в тюрьме Однако шансон исполнять хотела И продюсеры придумали ей историю Согласно ей, Катя Огонек получила два с половиной года за угон машины Но вышла досрочно, так как стала звездой на зоне И она реально ездила с концертами по стране Ее показывали по телеку, крутили по радио И если б не цирос печени, возможно, она бы и сейчас выступала на Голубом Огоньке Рядом с Михайловым, Левсом и другими исполнителями шансона Да, это все шансон А вот при условии, что Нурминский не шансон Но в России постоянно, ну и как и везде все Переживает новое рождение, все Новый хорошо забытый старик, только что сказал И как бы, по-твоему, выглядел нормальный рэп-продолжатель шансона? Я думаю, что нормального рэпа-шансона не будет в принципе никогда Ну лично для меня, я такую музыку просто не воспринимаю И посылы такие тоже не люблю и не поддерживаю, о чем они говорят Но это лично для меня в принципе нормальным Ну не знаю, если они это сделали бы как-то по-другому Ну то есть я не могу это придумать Если бы я придумал, может быть, я это бы и сделал То есть я не могу сказать точно Но мне кажется, что в плане, ну в рэпе такая тема Ну, вряд ли может сделать как-то хорошо Мы с вами находимся немножко в другом культурном поле До нас это все не особо долетает Только вот как на Новый год там с Голубым Огоньком Но до сих пор огромное количество людей в нашей стране Слушают такую музыку И если в какой-нибудь Финляндии главная музыка это рок Потому что она там из каждого утюга играет То у нас это до сих пор шансон Более того, у радио шансон, которая также довольно популярна Есть собственный рейтинг лучших песен десятилетия Я вам его зачту с конца 7% голосовавших назвали песней десятилетия Голубок Песню Александра Новикова Потом песня Опер Королева Виктора Потом Сергей Трофимов Песня Снегири Потом Елена Круг и Виктор Королев Букет из белых роз Потом снова Виктор Королев Пьяная вишня Потом Журавли над лагерем Потом Стас Михайлов Без тебя Захаров Владимир Песня Костры Песня Михаила Круга и Вики Цыгановой Приходите в мой дом И с отрывом Довольно большим В общей сложности набрав 21% Лучшей песней десятилетия Признали Все для тебя Стаса Михайлова Эти люди существуют Прямо сейчас Это ваши соседи Там водители автобусов Учителя Врачи Они все Слушают шансон Отдельное спасибо моим чувакам с патреона Вот этот вот список Это самые лучшие люди на планете Которые поддерживают меня рублем И если хочешь делать так же То ссылочка в описании И вот окинув взглядом Всю эту историю И разговор с панчлайном Которому Кстати Отдельное спасибо Я уже не могу так уверенно сказать Что Нурминский Это продолжатель шансона Шансон был гораздо больше Глубже Хотя С другой стороны Может Все этой молодежи И не нужны Действительные уголовники Да? Ну Напишите мне Это в комментах Если и сам я ни Нурминского Не слушаю Ни русский шансон Хотя было время То вот смотреть на историю Всего этого И рассказывать ее вам Мне безумно нравится Вы знаете Где кнопка подписки Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому